Глядя на грозного Рокки, многие подростки хотели стать такими же сильными и крутыми боксерами. На какой-то период этот вид спорта у молодежи отошел на задний план, но сейчас он снова набирает обороты. Причем научиться эффектно отправлять соперника в нокаут хотят не только мальчишки. Хорошая такая волна пошла для девочек, которые хотят себя проявить в этом виде спорта. Есть целая сборная России, вот вчера приезжала тоже сборная России, ценой прогресса бокса, федерации бокса России. Девочки занимаются достаточно успешно. Есть такие имена, как известный в нашем боксе Софья Чигава, Екатерина Пальцева и другие девчатки, которые выиграли чемпионат мира недавно. Александр начал заниматься боксом 20 лет назад и 10 из них успешно преподает. Говорит, это не просто драка. Чтобы заниматься этим видом спорта, надо очень много и быстро думать. Это тактическое мышление двух уникумов. Если посмотреть на величайших боксеров, Василий Ломаченко, Константин Зиу, Сергей Ковалев, Егор Михонцев. Многие наши олимпийские чемпионы и чемпионы мира по профессионалам и в любителях. То это люди и интеллектуалы. Думать приходится молниеносно. Мне удалось побывать на занятиях Александра, чтобы проверить свои способности. Левый, молодец. Левый, правый. Хорошо, отлично. Хорошо. Успехи не высший класс, но что-то все же у меня получилось. Стоит отметить, что помимо мозговой активности я точно почувствовала, какие мышцы задействованы больше всего. Больше работают, конечно же, руки, потому что это бокс. Здесь в основном это удары, так сказать, прямые, снизу, сбоку и комбинации множество. Потом мы всегда удаляем внимание на ноги. Концентрация ног и движения, это как вот в поговорке волка кормит ноги, так что боксера тоже кормит ноги. На занятия часто приглашают знаменитых гостей, чтобы они поделились мастерством и опытом. А еще перед тренировкой и после читают молитву. По словам тренера, для него главное занять подопечных так, чтобы был интерес и не было нужды увлекаться пагубными привычками. Занимаются дети от 7 лет и взрослые. Интересно вкладывать. Вот ты ему говоришь, говоришь, постихонечку вырастает, как смартсмен уже чувствует, туда ударить, так ударить. Со взрослыми чем интересно, это уже состоявшиеся люди, они понимают, как вырезать правильную, нужную информацию. Отфильтровать, так сказать, не нужно. Цель собрать для меня. И те, в принципе, хорошо, это тоже новая школа, новая учеба, новые задачи. Кстати, до 16 июля все группы занимались в масках. Теперь масочный режим в парках снят, а в зале пока все еще приходится соблюдать меры безопасности. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.